А перед началом ролика я хочу провести конкурс на кредиты. Будет три победителя, которые получат по 666 кредитов. Условия для данного конкурса таковы. Подписаться на мой канал и на канал Данила, ссылка в описании. Сделать репост записи в ВК, ссылка также в описании. Ну и поставить лайк этому ролику. И через две недели будут результаты конкурса. Видео будут в группе ВК. Всем удачи, ребят. Приступаем к видео. Всем привет, дорогие друзья. С вами Серега. И сегодня мы поиграем с АК-103 Сталь. Потому что я, к сожалению, больше не смогу играть с АК-103 Сталь. А как вы помните, даже знаете, в прошлом году я закупил сталь на целый год. Или даже чуть побольше. И целый год я с ним играл, что он мне аж любимым оружием стал. Я даже, наверное, могу похвастаться тем, что он у меня в любимых оружиях за штурма. У меня довольно много часов. И именно он у меня в любимых оружиях. Значит, я с ним довольно много играл. Действительно, это было мое любимое оружие. Я всегда с радостью с ним играл. Может быть, и тащил. Потому что, ну, действительно, это было лучше обычного калаша. На самом деле, недавно-таки пофиксили обычный калаш. Как бы сделали его чуть получше. Так что сильно он не отличается от обычного калаша. Но я мог повыпендриваться на пабликах, что у меня есть вот такой вот АК-103 Сталь. Или вообще, не знаю, видос с ним летом заснять. И все офигели, откуда он у меня, что это вообще такое. И было круто, на самом деле. Но сейчас почему-то не дают его закупить. И я сожалею, что не купил его на два года. Вот сейчас действительно было бы круто, если бы каким-то образом люди увидели у меня этот стальной калаш. И это, наверное, последняя где-то игра, когда мы будем с ним играть. Ну, на самом деле, сейчас он не такой нагибной, как бы. Ну, он нагибной, но сейчас он не сильно отличается от обычного калаша. Обычный калаш также сейчас крут. И мы постараемся, ну, нормально с ним сыграть. Почему бы и нет. Вообще, как бы, можно было раньше его взять на КВ, даже никто его не спалит. Ну, потому что, видите, он немножко только отличается от обычного калаша, как бы. Но он более так приятно разукрашен. Но скоро ведут новую графику. Блин, я бы действительно хотел посмотреть, как этот стальной калаш теперь там будет выглядеть. Может быть, и обычный калаш теперь очень классно будет выглядеть. Но он и так очень классно выглядит. Но все равно как-то иметь другой скин, которого мало у кого есть. Это круто. Блин, крутую мы позицию прям занят. Слушайте, это прям божественная позиция на этой карте. Можно просто контролить пару точек и всех нагибать. Кстати, рекомендую вам, ребят, с калаша стрелять именно не прям жестким зажимом, а там хотя бы 5 патронов. Вот где-то 5 патронов. Их можно законтролить в довольно круглую, ну, не прям точку, естественно, но довольно хорошо их можно законтролить. А вот именно если вы собрались и 30 патронов зажимать, это уже будет на чисто рандом. Лучше, если зажимаете там на дали, стреляйте, ну, либо вот так вот прокликом и сливаетесь, либо... Нет, вообще прокликом нормально стреляйте, главное просто в голову нормально попасть, чтобы урон зарегался. Вообще лучше стрелять там по 3, по 5 патронов, как-то так, чтобы в голову просто залетел какой-то из них патронов или нет. Ну, на самом деле, сейчас ввели вот эти шлема элитные, которые не ваншотят даже калаш. Я, что ли, когда на паблике играл с калашом, что ли, два не ваншота подряд делал с этого калаша в элитный шлем. Так что элитный шлем сейчас лучше антихеда, так что, ребята, покупайте, закупайте, тащите с этими элитными шлемами, они как, ну, в принципе, как антихеды. У антихедов так-то всего лишь, что там, от одного попадания, от слепления, а элитный шлем вроде еще хп регает, так что это реально круто, это круто. Почему я выбрал опять мясорубку? Потому что я действительно захотел поиграть в мясорубку, сейчас я только приехал, и сейчас я действительно прям хочу так поиграть. Тихо гранта, вот просто килогранты, сейчас у меня хп отнимется, да. Поиграть в мясорубки. Мясорубки это, как я говорил, мое любимое дело. Я люблю очень играть в мясорубочки, потому что ни побед, ни поражения, ни там тупых тиммейтов нигде нету. Ну, один минус, может быть, зайти какой-то читер и все. Ну, и донат нельзя там покикать, ну, как покикать, там, комп создал, да, без доната, или там, на болтовках. Ну, и позаходили там с каликами, и все, их никак не кикнешь. Ну, ладно, в принципе, фиг с ними, мясорубка все равно офигенная тема, и я люблю их играть. Можно даже когда-нибудь потом будет стрим устроить, чисто одни мясорубки играть, ну, или чисто там какие-нибудь другие режимы, ну, чтобы просто позабавиться. Надо когда-нибудь скоро замутить стрим, как думаете, даже не знаю, по приезду я, как бы, сейчас вот играю в Warface, ну, как бы, да, урон, конечно, намного лучше идет, чем там был, но все равно плохо. В прошлый раз я когда приехал, скорее, я тоже в прошлом году там отдыхал, замечательная страна, замечательный город Сеул. В общем, я там отдыхал, у меня там, ну, как помните, урона шел, я просто приехал и чувствовал себя просто пятипалочным. Сейчас я, правда, такого не чувствую, ну, ладно, было, конечно, круто. Так, там засел, слушайте, меня в друзья добавил и сидит, да, значит, там крысь меня убивает, не надо так делать. Ладно, шутка, конечно. Так, давайте пробуем опять эту божественную позицию занять, сейчас опять какую-нибудь серию классную сделаем с калаша. Кстати, ребята, эти новые перчатки, я их одел, вроде, как будто еще тяжелее с калашом с ними стрелять, на самом деле. Не знаю, может, мне так кажется, это я в первую игру просто играю. Ну, ладно. Ну, вообще, ребята, наверное, эти перчатки крутые, они же, вроде, отдачу гасят. Не, ну, в принципе, перчатки, окей, они как-то могут, ну, на 15% выгасить отдачу, почему бы и нет. Вдруг они там удобные такие, там, берешь, они там тяжельненькие такие, хорошо схватываешь, ну, и держишь ствол. Ну, точность от бедра, конечно, я даже не знаю. Кстати, это точность от бедра увеличит, или просто отдачу? Ладно, я не помню, их только в этом обновлении, вроде, добавили. Но на некоторых пушках я действительно видел, играл с этими перчатками, действительно круто было. Надо потом затислить их в отдельном видосе, там, без них сыграть с каким-нибудь оружием, у которого и так отдачи нет, и с ними еще. Ну, и посмотрим, насколько крутые, насколько крутые они будут. Меструбочка вообще долгая получилась, я думал, зайду, сейчас тут 4 минутки сыграю, но нифига. Думал, ну, мясо, да? Ой, зарезали мы еще. Эти перчатки, кстати, еще ножом еле-еле бьют. Вообще, у меня эти перчатки-то стоят. Окей, я не помню. Так, давайте посмотрим, эти нет. Да, эти перчатки у меня стоят. Я уж подумал, что не они у меня стоят, лол. Я же вспомнил, что скин есть, а похожий на эти перчатки. Блин, суши, со всех сторон. Я, кстати, еще взял эти... Ой, АПС-сталь специально, чтобы с остальным всем оружием побегать. Но АПС-сталь у меня еще на целых 400 дней, что ли. С ним-то я успею побегать, но его как бы разрешили закупить, так что нет повода переживать по этому поводу. Надеюсь, на Хэллоуин дадут закупить Хэллоуинский АПС. Вообще, прикольно бы, если бы ввели бы антихеды Хэллоуинские. Нет, не прикольно. Все бы позакупили их, они очень дешевые. Ну, хрена знает. Может быть, чтобы у всех были как бы ради, не знаю, равноправия, можно было бы их ввести, хотя я против. Ну, я против, почему? Потому что у меня они есть, да, на целых тысяча лет, или сколько там, тысяча дней, тысяча лет позже. Так что я, может быть, был бы против атак, если бы у меня не было. Естественно, я хотел бы, чтобы они появились. Но зачем, не знаю, вводить их. Сейчас элитные шлемы, они намного круче. Теперь можно, ой-ой-ой, позарабатывать короночки. И, кстати, сейчас нетрудно зарабатывать. Там столько поведешек поводили, жесть. Но я их не буду проходить зарабатывать. Мне так 46 тысяч, куда мне их девать? Нахрен мне больше этих... Нахрен мне больше не надо. Этих всяких этих... И... Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди корон. Чё-то я уже запутался. Тихо, тихо, чувак. Ты чё так зажимаешь-то? Я ж испугался. Чё К-9 сальвили. Я прям с ним хочу что-нибудь записать. Чё-нибудь порассуждать о нём. Потому что... Реально довольно интересное оружие. Я всегда считал, что он говно. Интересно, в этом году я буду считать, что он говно или нет? А действительно интересно. Стой, братан, братан. Ой, зажимай-то. Пережал, пережал меня. Блин, когда все играют СК-100-3 Сталя, аж непривычно прям. Я помню, я один такой играю СК-100-3 Сталя. Калашами. Ну, я обманываю. Все с Ктаром, я с обычным Калашом. Было круто. Я вообще частенько играю с Калашом. Именно против всякого доната. И забавляю, когда Ктар пишет, что ты там не можешь его перестрелять. Ну ладно, пофиг, это же Ктары. Кстати, я не знаю, кто говорит, что постоянно Ктары играют. Я не видел именно людей, которые постоянно с Ктаром от ним играют. Или там с Каликой я видел одного идиота. Ну ладно. Вообще я как бы не встречаю. Ладно, они там недельку поиграют. Мне кажется, им уже надоест с одним Ктаром играть. Хотя нет, с Ктаром я в принципе помню. Не, я не именно с одним прям играл. Но я там с перерывами. Ну не прям всегда я с ним гонял. Хотя я помню, даже в Бобоскине играл. Кстати, ребят, я, наверное, завтра выпущу видео. Кстати, гоу тысячу лайков. И завтра я выпущу видео, где я покажу все свои старые скрины. Вообще все свои скрины за историю. Сам это, конечно, интересно. У меня их там, не знаю, больше тысячи. Но я сижу их выбираю. Самые такие более-менее скрины. У меня там столько щитов, где я там 3-5 к одному играл. Я выбираю только те, где я играл 3-5 к одному против топовых кланов. Ну я ж не всегда, да, так играю. Но я скринил эти моменты. Потому что как бы раньше думал, ну круто против топ-клана. Сыграл 5 к одному. Ну давайте заскриним. Ну именно КВ имею в виду, естественно. А не обычный паблик. Ну обычный паблик я не скринил. Конечно, так бы очень много скринов было. Ну ладно, ребята, в общем. Это будет реально круто. Потому что я там много прикольных скринов нашел. Аж чуть не прослезился. Прям, не знаю, вспомнил свою старую команду. Старую Тиму, старых друзей. И сейчас я не понимаю, где они на самом деле. Не, ну половину я знаю, где они. И что с ними? Они в КС-ке. Но половину, не знаю. Серьезно, хотелось бы так зайти в РК с ними пообщаться. Что-то как. Потому что действительно такая ностальгия проникла. Ну что, ребят, я благодарю вас за просмотр видео. Участвуйте в конкурсе. Ставьте лайки. Не забудьте обязательно подписаться на канал. Всем пока, ребят. Всем удачи.